Что касается голосования заключенных, то могу сказать, что по нашей Конституции международные соглашения имеют приоритетное право перед нашими внутренними законами. Поэтому там, где мы подписали уже международные соглашения, в тех сферах работает международное законодательство. Речь идет о том, что попробовать дать возможность голосовать заключенных, вы знаете, это всегда было во все времена, бояться здесь нечего. Я думаю, что, скорее всего, наши власти пойдут на такую либерализацию, потому что с точки зрения защиты прав человека, даже ограниченный в правах сидящих в тюрьме человек имеет право высказать свое мнение. Но это, могу сказать, не все разделяют в нашем союзе юристов. Это мое мнение меньшинства. Большинство все-таки считает, что не давать возможность людям, которые поражены в правах, свои какие-то права показывать, проявлять до тех пор, пока их не освободят.